Если вас не окружают достойные люди, значит вы не достойны. Я хочу, чтобы меня окружали только достойные люди. Пока таких единицы, точнее муж и его мать. С другими стараюсь общаться отстраненно. То есть не могу подпускать и дружить близко с людьми, которые мне не нравятся. Допускаю, что идеальных людей не бывает, но все же хотелось, чтобы человек обладал хотя бы одной, второй или третий качеств, которые мне нравятся. Скажите, это со мной что-то не так или с ними? С вами не так. У вас слишком завышенные требования. Но в итоге у вас как бы получается, что никто вам не нравится. То есть у вас есть муж и есть его мать. А все остальные как бы недостойны. Для вас нет никакой проблемы? То есть все миллиардов и все недостойны. Только вы трое как бы сами такие самые лучшие. Ничего, как бы нормально это все? Как вы считаете? Нет, я считаю, что это ненормально. То есть достойных людей вокруг много. Проблема в том, что вы не видите достойность. То есть вы не можете принять людей с недостатками. Вы идеализируете себя и других, и других тоже в том числе. То есть слишком высокие критерии. Вы не можете понять, что у каждого сильного качества есть обратная сторона слабая. Например, если человек целеустремленный, он как правило будет сухой. То есть малоэмоциональный. Почему? Стремление к цели заставляет вас свои эмоции засовывать в задницу. То есть вы не можете расслабиться. Нужно идти к цели. Страшно – страх в задницу. Неохота – лень в задницу. Какое-то есть там стеснение. Стеснение в задницу. Только человек такой, который умеет контролировать и зажимать свои эмоции, может достигнуть цели. Он достиг цели, он стал решительным, целеустремленным, но малоэмоциональным. Наоборот. Человек очень эмоциональный, очень чувствительный. С ним хорошо пообщаться, хорошо понимает. Но ему очень сложно достигать каких-то целей. Он постоянно неуверен. Постоянно анализирует, пытается чувствовать, следует своим эмоциям. Не может… У него слишком чувствительный. У него зависит от настроения. Понимаете? То есть у всего есть недостатки. У каждого качество. Если вы считаете, есть идеальные люди, то вы в глубоком детстве. Это означает, что вам нужно, во-первых… Почему у вас нет близкого эмоционального контакта? Вам нужно эмоционально близко общаться с людьми. То есть вам нужно слушать и пытаться понять их ценности. Вы мир делите на правильный – это мой. И все остальные неправильные. То есть правильные качества вот такие. А все остальные неправильные, недостойные. Но это означает, что у вас такой черно-белый мир. И вам нужно просто принять, что этот мир разноцветный. И это хорошо. То есть вы так, знаете, поделили… Вот есть много цветов. Есть васильки, ромашки, розы, гладиолусы. Они все красивые. Но вы сказали – нет, классные только розы. А все остальное – дребедень. Мир, конечно, с одними розами, он, конечно, в какой-то смысле прикольный, но он скучный. Понимаете? То есть нужно пытаться искать достоинства в людях. Когда вы будете искать достоинства в людях, вы будете находить. Сейчас вы ищите недостатки. Хотя вы говорите, что я хочу найти достойных людей, на самом деле вы ищите недостатки. И так как вы ищите недостатки, вы их находите. А если вы будете искать достоинства, то вы будете находить недостоинства. Вот и все. Такой простой вообще процесс. Ну и если вас не окружают достойные люди, значит если я интересный человек я привлекаю интересных людей если они интересны вокруг меня сколько там достаточно поэтому если вы достойный человек только вам будут люди тянуться и вы будете искать создавать автоматически будет создать окружению ваше окружение это результат это это срез вашего внутреннего это зеркало вашего внутреннего состояния а